Когда-то Сократ сказал, что все профессии от людей и только три от Бога. Это учитель, судья и врач. Работа медицинской сестры не менее важна, чем докторов. Медсестры находятся в тесном контакте с пациентами, помогают им на всем пути выздоровления. Поскольку профессия очень востребована, обучиться ей желают многие. В Рязани для этого есть все условия. Рязанский медицинский университет проводит обучение по нескольким этапам. В теоретическую подготовку студентов включены инновационные методы и средства обучения. Студенты осваивают необходимые навыки и умения с помощью современных тренажеров и симуляторов. Но все же больший процент – это практические занятия. За время работы университета в нашем регионе сформировались сплоченные продуктивные деловые связи с практическим здравоохранением. Во всех крупных медицинских учреждениях города расположены клинические базы вуза. Так, мощная база располагается в областной клинической больнице. Под руководством опытных профессионалов студенты факультета сестринского дела проходят практику работы уже в реальных условиях. Мы с удовольствием на нашу базу принимаем на практические занятия студентов Государственного медицинского университета. Наши специалисты, которые долгие годы работают в наших стенах, с удовольствием делятся своими практическими знаниями со студентами, которые к нам приходят на практику. Они обучают их всем сестринским наукам, всем манипуляциям, которые должна знать медицинская сестра, работая в лечебном учреждении. Каждый из студентов выбирает для себя профессию медицинской сестры по разным причинам. Я с детства мечтала об этой профессии, так как многие мои близкие родственники работают в медицине. Эта профессия невероятно актуальна и востребована. И я считаю, что медицинская сестра – это одна из самых востребованных профессий. Семь и других студентов, напротив, никогда не были связаны с медициной. Зато они сами проявляли к этому интерес с самого детства. И теперь на пути к своей мечте многие из них достигают высокого уровня, проявляя себя на различных конференциях и олимпиадах. Перед тем, как отправить студентов на практику в больницу, они отрабатывают теорию на муляжах – специальном оборудовании, которым в полной мере оснащен ВУЗ. Эти тренажеры помогают отработать уход за больными, навыки забора крови, введение инъекций и другие манипуляции. Ой, разница не очень большая на самом деле. Все эти муляжи настолько правдоподобны и реалистичны, как люди. Там даже и искусственная кровь, и все приспособлено так, чтобы мы были максимально готовы к реальности. Сегодня мы с вами можем здесь увидеть посвященное Дню медицинской сестры мероприятие, которое включает выступления студентов на конференции с докладами. То есть студенты подготовили доклады по актуальным проблемам сестринского дела. И вот сегодня мы их можем с вами здесь услышать. И сегодня же у нас здесь будут представлены мастер-классы по отработке ряда сестринских манипуляций, то есть на тренажерах, симуляторах, которые представлены на нашей кафедре. На подобных мероприятиях студенты могут отобразить именно ту проблему, которая их волнует. Они раскрывают темы, которые в дальнейшем пригодятся им в работе. Доклад на тему роль медицинской сестры в реабилитации инфарктов, перенесших инфаркт миокарда. Почему вы выбрали именно эту тему? Всегда интересовала тема кардиологии, заболевания сердца. А также необходимо знать реабилитацию инфарктов после таких тяжелых заболеваний, так как риск летальности после них очень высок. Анастасия Кондрашова является победителем внутривузовского этапа Всероссийской Олимпиады по специальности «Сестринское дело». Это событие произошло в марте. Теперь ее ждет финал конкурса, на котором соберутся лучшие студенты с других регионов страны. Финал состоится также в стенах Рязанского государственного медицинского университета.